сегодня собираю кизил уже время буду закатывать и компоты и мариновать и хотела с вами поделиться вот я слышала от моей свекрови что нужно обязательно плоды собирать с плодоножкой обязательно чтобы следующий год опять было много плодов я не знаю насколько это правильно или нет но они взрослые люди всю жизнь жили вот собственном доме мы все-таки жили в квартире так что я и моя мама например вот такие мелочи не знает связанные с огородом садом и вот все время свекровь говорила что даже черешню вишню все что собираете конечно легче собрать без чтоб потом не очищать но вот все время говорили слышала и помню что нужно собрать с плодоножкой а потом ее удалять вот так так что делюсь с вами может и вам это будет полезно вот такая прелесть просто красота мои дорогие друзья вам сегодня хочу показать вот что специально делаю тесто но специально она у меня постоянно бывает но вот меня попросили показать как я пеку хачапури а тесто у меня уже в морозилке закончилась так что я делаю новую порцию слоеного теста по своему же рецепту и как я вам говорила главное в этом деле правильное тесто вот у меня уже здесь 800 грамм маргарина отрезана 100 грамм внутри тесто 100 грамм просто убираем в морозилку до следующего теста или для любого другого печеного этот маргарин очень подходит хочу показать вам в очередной раз консистенцию теста главное правильно сделать тесто вот я вас прошу будьте внимательны когда вы делаете тесто вот посмотрите какое оно должно быть эластичное видите она абсолютно вот смотрите какое оно хорошо тянется очень мягкая и эластичная если вы получаете правильное тесто то у вас всегда будет хорошо подниматься выпечка всегда главное правильно сделайте тесто вот я его уже как следует вымесила его раз побила сто раз может быть даже чуть больше уже не помню но вот не считала прям вот так поштучно и оставила отдыхать у меня видео сказано что нужно чтобы она отдохнула минут двадцать хотите оставьте на полчаса вот она отдыхает она становится намного мягче и эластичнее вот посмотрите какое податливое тесто и после этого мы уже его будем слоить маргарином все как видео видео было очень подробно я вас прошу будьте внимательны и делайте все как у меня сказано в видео и у вас получится такие же шикарные выпечки как и у меня из этого прекрасного просто тесто ну и вот последняя раскатка и вот уже дочка готовит кулечки 6 кулечков как вам показывала и посмотрите какое пузырчатое тесто получается если у вас получилось такое же мягкое пузырчатое тесто посмотрите какое оно просто хорошее то варианта нет чтобы не получилось хорошего воздушного печеного просто мелкие пузырьки даже не так видны но она вот все в пузырях так что готовьте не думайте и не беспокойтесь о том что не получится может быть я ничего не говорю может быть с первого раза со второго раза с третьего раза но получится должно потому что я делаю все как показываю видео и разницы никакой нет вы можете его вот так сложить как я уже говорила или вот так будет сложено тесто или же его просто складывайте вот так ровненько так легче раскатывать потом так что складывайте как хотите и вот так до самого конца стряхиваю муку сегодня готовлю супчик вот уже нарезала лук масло сейчас поставлю обжариваться здесь у меня курочка вот я все время говорю что оставляю костлявые части кури курицы на супчик сейчас крылышко разделю вот так попала и будет вот как бы два кусочка но у нас от того что суп это не основное блюдо и такого как бы как сказать задачи нету насытиться супом так что у нас есть и второе блюдо и вот хотела вам что показать вот такой лайфхак от меня посмотрите вчера готовила обед и нарезала очень много зелени для того обеда который мне нужен был и вот так сохранила в одном целлофанчике и вот так узелком перегородила целлофан и сделала видите и морковка тертая готова и зелень нарезана так что сейчас я просто освобожу морковку положу к луку обжарю и в конце обеда зелень у меня уже нарезанная и готовая я не может кто-то так сделает но вот я понял что я даже могла и перец сюда положить в один бок и его тоже перевязать очень интересно сперва с такой вещь сделала так что но это не то что прям ради экономии ну просто вот из такого количества зелени убрать кулек правда я эти курки покупаю пачками вот так так что если кому-то понадобится пользуйтесь мало места занимает в холодильнике развязала узел и вот так это выглядит вдруг в двух углах морковка и зелень и было вот так перевязано разделено вот такой контейнер у меня получился небольшой какой красивый супчик у нас получился посмотрите куриной вот вкусняшка вкусняшка а цвета какие здесь и морковка и болгарский перчик и лучок много зелени но в общем отрада для глаз и для желудка а вы готовите в такой жару супчики или у вас только сухие блюда вторые мы очень любим супы просто я вам последнее время не показываю постоянно что я готовлю чтобы не надоест со своими обедами вот но супы у нас готовим очень часто жидкое должно быть у нас обязательно или тип или вот у типа соуса что-то чтобы но такое жиденько не всегда на сухом мы не сидим вот летом бывает люди жарят картошку каждый день баклажаны перец нет мы к числу таких людей не относимся за все лето мы несколько раз всего наверное ну вот так пообедали что только жареная было у нас обязательно вот обеды ну и жидкая как я уже сказала тоже сегодня такая пасмурная погода еще не так поздно днем сидим с дочкой на улице вот нарезали себе вот такую витаминную тарелочку я занимаюсь своим любимым занятием вижу уже заканчиваю сумочку которую начинала очень давно это будет такая треугольная сумочка уже готовы две половинки вижу бака а дочка посмотрите чем занимается вот она у меня работает воспитатель муз руководом в детском саду сейчас она в отпуску и вот пожалуйста готовит карточки для детей это значит будет как игра такая она будет играть на пианино музыку и дети давно угадать это как бы минор или мажор ну дети минор мажор нет это весело или грустно значит если весело должны облачко тучку не облачко до тучка если весело солнышко если грустно да извиняюсь если грустно то это облачко вот из дождем но облачко такое весело я тебе скажу из этого я и перепутала вот так так что пока она делает только карточки вот так сейчас это все будет вырезаться это все клеится пистолетом потом она решила еще не решила как сделать их на палочки сделать двухсторонний или как чтобы дети просто держали и показывали с какой стороны как бы да вот так двухсторонний они будут повернули дети сами какая будет в общем будут по костили так или так но очень пока не решила пока только она их укрепляет уплотняет чтобы детям было легче плотнее была бумага и детям было легче держать и показывать вот так чем занимаются люди в отпуску они не отдыхают они продолжают работать так что я все время говорила и буду говорить учителям воспитателям но просто не знаю нужно их так любить нужно уважать нужно ценить их нею работу потому что они полностью вот так отдаются детям ну и конечно такую такую работу а тем более в детском саду с маленькими детьми делать без любви к детям но мне кажется это просто невозможно так это мое мнение воспитатель так называемый у меня дома из-за этого я знаю как она относится и к работе но уже не буду говорить как относится к детям ну и вот так посмотрите как нужны бывают коробочки которые не выкидываем от посуды которую покупаем у нас все идет вход хорошо есть подвал где все это можно хранить и вот так мама с дочкой занимаются своими такими ручной работой также как называется мой канал тенд-мейт у нас это постоянно ручная работа в день хоть какое-то время но мы посвящаем вот ручной работе вот так и мы продолжаем наш день смотрите какой у нас ветерок погода прохладно даже был небольшой дождик сегодня вот так ну и пока погода такая пасмурная на улице пользуемся случаем и сегодня решила сделать пирожки потому что в другое время стоять у плиты вот и жарить это но просто сложно здесь у меня уже тесто она сейчас подойдет второй раз я его уже оно подошло я его пожмякала я все очень быстро делаю честно говоря для меня вообще не проблема сделать пирожки единственное что стоит жарить тесто пять минут картошка пока картошку поставила тесто сделала тут же нарезала лук собрала петрушку уже нарезала так что все уже готово осталось только чтобы второй раз подошло тесто пока она подойдет сейчас же так все таки тепло как бы не было пасмурно быстро сейчас почищу картошку обжарю лук и все это начинку быстренько сделаю рецепт этих вкусных ну просто идеальных пирожков уже есть на канале ссылку я оставлю под видео так что у нас сегодня будут еще вот пирожки с картошкой но картошку свежую на пирожки это вообще из этой я всегда люблю более такую старую со старой картошки а этого вроде смотришь она еще крепкая через две минуты она уже лопается ну ладно где мне сейчас старую картошку искать ну вот посмотрите мои солдатики уже готовы я уже их вот так начинку положила какая красота а вот эти самые первые они уже подошли так что нагреваем масло и начинаем жарить пирожки и жарится вместе с ними готовы пирожки и вот это малая часть их еще сколько у меня там жарится и вот такая вкуснятина сейчас мы будем с холодным компотом ох кто любит пирожки присоединяйтесь вам правда что работать